МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика в студии Галины Титарчук. Смотрите сегодня. Ромашковая Русь в стране отмечают День семьи, любви и верности. Покупая не скупись, в Цивильске открылась Тихвинская ярмарка. Край вдохновения художники съехались на традиционный Кокелевский пленэр. Президент страны Владимир Путин утвердил национальный план противодействия коррупции на 2018-2020 годы. Основные его направления обсудили на заседании комиссии по противодействию коррупции в республике. Указ президента предполагает дальнейшее усовершенствование системы запретов, ограничений и требований, установленных для противодействия коррупции. По обновленному документу расширен список сведений о родственниках, которые должны предоставлять претенденты на госслужбу. Это сделано для предотвращения конфликта интересов на рабочих местах. О противодействии коррупции в государственных органах и органах местного самоуправления Чуваши рассказал Юрий Васильев. По решению главы республики администрация может провести проверку в отношении любого гражданского служащего при наличии на то основания. Выявление администрации главы республики достаточных оснований для проведения проверки в отношении служащего и отсутствия организованной госорганом проверки трактуется нами как бездействие ответственных за антикоррупционную работу лиц и руководителей органов исполнительной власти. Внушительными остаются долги за аренду госимущества и земельных участков, которые находятся в собственности муниципалитетов. Эта сумма сегодня достигла практически 260 миллионов рублей. На город Чебоксары приходится 176 миллионов. При том, что в эту сумму еще не входят долги скандально известных коммунальных технологий. Понятно, что наши задачи под ноль эту задолженность сократить. Работаем. По сравнению с 2014 годом это 345 было миллионов рублей. Стараемся как по максимуму это сократить. Но на конец года задачи до 130 где-то миллионов довести. Договоры расторгаются, продолжаются судебные тяжбы. Но суммы с арендаторов взыскиваются небольшие. За работу с должниками отвечают главы городов и районов. И эту работу нужно выстраивать эффективнее, подчеркнул глава Чувашии. Среди тех, чьи долги не снижаются, а наоборот растут, Ядринский, Аллатрский, Маргаушский, Чебоксарский районы и город Шумерля. Татьяна Трофимова, Игорь Зверев, Республика. Жители северо-западного района столицы отстояли свое право на комфортную городскую среду. Люди по бульвару юности боролись против строительства двухэтажного частного медицинского центра во дворе. Обращались в различные инстанции. Прокуратура провела проверку по этому делу и выявила ряд нарушений, начиная с момента предоставления участка и заканчивая организацией строительства. В прокуратуре установлено, что этот участок был образован в том числе из части земельного участка, у которого был вид разрешенного использования для обслуживания дворовой территории. Мы полагаем, что использование этого участка без согласия жителей многоквартирного дома администрации города незаконно, в связи с чем в суд направлено исковое заявление о признании у администрации города отсутствующим право на распоряжение данным земельным участком. Кроме того, нами была проверена законность продления разрешения на строительство. Было установлено, что компания-застройщик подала документы на оформление продления разрешения на строительство с нарушением установленного срока. Кроме того, при выдаче разрешения не было учтено, что проектом строительства предусматривается использование ближайшего участка скверы для организации проезда, что по видам разрешенного использования данного участка не представляется возможным. При удовлетворении судом исковых требований прокурора, по сути, компания-застройщик, как и администрация, потеряет право на осуществление строительства на данном земельном участке. 6 июля – день образования органов внутренних дел Чувашия. Очередную годовщину защитники правопорядка отметили возложением цветов к памятнику сотрудникам, погибшим при исполнении служебного долга. Полицейские Чувашии свято чтят память о тех, кто пожертвовал жизнью во имя спокойствия и безопасности граждан. Сегодня в сквере защитников правопорядка напротив здания МВД Почувашии прошло торжественное мероприятие. Традиционно почетной колонной к памятнику прибыла делегация из ветеранов службы и руководителей подразделений министерства. Памятную дату почтили министр внутренних дел Почувашской республики генерал-майор полиции Сергей Нияскин, председатель совета ветеранов органов внутренних дел генерал-майор милиции Михаил Киселев и заместитель председателя общественного совета при МВД Дмитрий Прокошенков подложением цветов на постамент. В столице Чувашии продолжается подготовка к отопительному сезону. В Чубаксарах проходят плановые ремонты котельных, гидравлические испытания и промывки сетей. На это время горожане останутся без горячей воды. Уже отключили более 700 жилых домов. К такой мере прибегают из-за технической необходимости подготовки коммуникаций к новому отопительному сезону, чтобы в период холодов не случалось аварий на теплотрассах. Власти придерживаются следующей логики. Лучше, если квартира владельцы потерпит неудобства одну-две недели, чем в зимние морозы останутся без горячей воды и тепла. Яркая и шумная в Цивильске проходит традиционная Тихвинская ярмарка. Вот уже более трех веков, в начале июля, в этом городе собираются торговцы, купцы и народные умельцы. Что можно увидеть на ярмарке, выясняла Татьяна Леонтьева. Какая же ярмарка без песен и танцев, народных и самобытных. Чуваши, узбеки, татары, армяне. У каждого свой колорит. Вот это традиционный морийский барабан – тумыр. В этом году на ярмарку приехали гости из разных уголков России. Людмила Рыдченко из Ростовской области. Она руководит ансамблем «Шандрав». А девушки у меня русские все. Я их учу по-чувашки, они у меня поют. Но сюда приехать у них не получилось. Родина моя тут, Родина тянет. Я очень рада со всеми тут побыть вместе. Из покон веков ярмарка – то место, где можно приобрести все, что угодно. Домашних животных, предметы быта, подарки и сувениры от мастеров народных промыслов. Я из атласной ленты делаю розу. Вот один сделала, вот еще делаю. Насколько тяжелая ваша работа? Да, это не тяжелая. Познакомиться поближе с культурой и традициями разных народов можно на сельском подворье. Халимара Джабова из Таджикистана, но Чуваша уже давно стала для ее семьи родным домом. Они – постоянные участники технической ярмарки. Сделаем блюда разные. Чак-чак, манты, плов, кульча, по-нашему называется. И приезжаем вот так. Очень хорошо живется. Все хорошо. Дети у меня здесь, муж. Все вместе живем. Таджикские музыкальные инструменты, азербайджанские блюда, башкирские напитки. На одной площадке собрались представители 17 национальностей. В подворье Чувашии показали, как вручную молотили зерно в старину. Вот это должно крутиться вот так. Все. Пели песню. Еще одна традиция технической ярмарки – праздник земли и пауга – Акатуй. Яркие костюмы, национальные танцы – все сливается воедино в традиционном хороводе. Поехали! Но только хороводами и танцами дело не обходится. В этот праздник отмечают окончание весенних полевых работ. И сегодня виды на урожай очень хорошие. Задача наша – ухаживая за этими посевами, химпрополки, химзащиты, без потерь, убрать тот сельскохозяйственный урожай, который на полях. Савеляне поработали ударно. Площадь посевных – более 20 тысяч гектаров. А лучших аграриев наградили грамотами и благодарностями. За многорегию добросовестную работу в агропромышленном комплексе Чувашской республики. Другие дни технической ярмарки пройдут также насыщенно. В фестивале спортивные турниры и творческие конкурсы. Подарок для любителей скорости и зрелищ – этап Кубка ПФО по мотокроссу. Татьяна Леонтьева, Игорь Зверев, Республика. Ромашковая Русь в этнокомплексе Амазония. Фестиваль семейного творчества в Лакреевском парке. Молодой российский праздник – День семьи, любви и верности. С каждым годом отмечается все масштабнее. Ромашки на фотографиях, в прическах и на эмблеме праздника. Этот бело-желтый цветок издревле на Руси считался символом любви. И не случайно уже 10-й год. Он – главное украшение Дня семьи. Ваши аплодисменты, друзья, с золотым юбиляром. Семья – это у нас радость. Дети все – это уважение друг к другу. Это понимать друг друга и заботиться друг о друге. Примеры любви и верности – это те пары, которые в браке уже не одно десятилетие. Супругов, проживших вместе более 25 лет, чествовали в этнопарке Амазония. На фестивале семейного творчества в Лакреевском лесу грамоты и подарки вручали многодетным семьям. Я всегда мечтала, чтобы она была у меня большой. И у нас очень прекрасные дети. Двое сыновей и маленькая девочка. А для меня это счастье – иметь такую большую дружную семью. Семья – это в какой-то степени маленькая страна. Со своими законами, со своими устоями, со своими правилами, счастьем. Чего я искренне желаю каждой семье – счастья, понимания и мира. Больше всего развлечений заготовили для детей. Пространство для творчества на выбор – холст и фломастер или асфальт и мелки. А еще мастер-классы, фотозоны, аквагрим и, конечно, создающие настроение – праздничный концерт. Ирина Волкова, Алина Сосметова, Борис Андреев, Республика. В эти дни в селе Тархан и Батревского района проходит Кокелевский международный пленэр-симпозиум. Мастера кисти из разных городов России и стран СНГ собрались на родине основоположника профессионального изобразительного искусства Чувашии Алексея Кокеля уже в 12-й раз. Кокелевский международный пленэр уже стал художественным брендом Чувашии. Ежегодно на родине художников в селе Тархан и Батревского района собираются и признанные мастера кисти, и юные живописцы со всей страны, академики и искусствоведы. Это событие для нашей республики, и, конечно, всех хочу поздравить и маленьких ребятишек, будущих начинающих художников, и уже довольно достаточно сложных художников, которые сегодня приехали. Очень приятно, что новая команда. Я хочу всем пожелать активной творческой работы, совмещая это параллельно с солнцем, с отдыхом и с работой на природе. Ну, в знак благодарности, и я выполняю свое обещание, я привез работу, которую обещал подарить школьному музею, который организован был открыт в том году. Вот свой пейзаж. Имя Алексея Кокеля сегодня стало символом единения народов, взаимодействия культур. Участники пленэра признаются, на родине Алексея Кокеля простор для творчества. Живописные места здесь повсюду. Я хочу от этого пленэра получить по максимуму, потому что здесь, говорят, и красивая природа, и будут позировать прекрасные творщицы в национальных костюмах. Так что я думаю, что и встречи с художниками пленэр международно очень полезны. Будем обсуждать, развиваться, писать. Я на Кокелевском пленэре первый раз. Вообще я часто бываю на подобных пленэрах. И сейчас я работаю уже не первый год над этносерией, то есть картины как раз на этно-женщины. И думаю, что я найду для себя здесь тоже материал. На этом пленэре я встречаюсь с художником из Могилёва, Харькова. То есть, казалось бы, разные области сейчас, ну, политическом плане, но они объединяются на таких мероприятиях творческих. Я очень буду рад пописать, дать какие-то уроки, живописи. Завершится пленэр 18 июля. Все работы, которые будут написаны в Тарханах, можно будет увидеть на выставке. По традиции ее проведут в конце года. Мы показали вас морковских художникам, Руслану Яковлевичу. Богатство красок, линий, многообразие узоров и деталей. В Чуворском национальном музее работает выставка росписи глой. Уникальные костюмы с вышивкой 19-го, начала 20-го веков привез российский этнографический музей из Санкт-Петербурга. Джинсы и юбка, футболка и кроссовки. Вот, в принципе, и все, что можно сказать о современном костюме. Причем без привязки к конкретной стране. Так сейчас одевается весь мир. Чего не скажешь о России столетней давности. Рубахи и жилетки, платья и юбки, обувь и головные уборы. Все эти вещи уже реликвии. Это действительно украшение вышивкой. Особенно вот мне нравится то, что показано золотое шитье, которое как-то в последнее время, ну, достаточно мало представлено. А здесь оно замечательно показано. И очень большой выбор женских головных уборов. В музейном зале экспонаты народов Российской империи, русских, украинцев, татар, морицев, туркменов, армян, латышей. Подобные наряды во все времена будут приковывать взгляд. Произведение искусства иначе не назовешь. Вышивка по зументам, конетелью, бисером, узоры по коже, шерсти, набивному полотну. У каждой из техник свое исполнение и особые черты. У нас наша коллекция по этнографии Чуваши, например, насчитывает 6,5 тысяч предметов. И поэтому в основном наш фонд 158 народов России и сопредельных стран. И поэтому вам не очень сложно было подобрать экспонаты, но мы хотели подбирать такие, которые были бы интересны здесь, в Чубоксарах. Российский этнографический музей – один из крупнейших народоведческих музеев Европы. Выставка «Рось без теглой» приехала в Чубоксары впервые и будет работать до конца сентября. Рифат Фаткулин, Александр Петров, Республика. Популяризировать чтение в современном мире очень сложно, но православные добровольцы Чуваши даже не думали опускать руки. Летний читальный зал на открытом воздухе приглашает чубоксарцев и гостей столицы провести время с пользой. Лето – это такая пора, когда хочется проводить на свежем воздухе как можно больше времени. Но любители литературы в этот период сталкиваются с некоторыми неудобствами. Так как им хочется почитать книгу, вместе с тем подольше побыть на залитых солнцем улицах. Замечательный выход в таких случаях – посетить летний читальный зал на открытом воздухе. Он предоставляет свои услуги бесплатно и без ограничения возраста. Пока взрослые знакомятся с книгами, журналами и газетами, ребятишки смогут принять участие в различных играх, интересных конкурсах и викторинах. Читальный зал в сквере Константина Иванова будет работать еженедельно по четвергам. Святые благоверные князья Петр и Феврония – святые покровители семьи. И значение таких праздников в наши дни очень велико, потому что Петр и Феврония явились образцом благочестивого супружества при своей земной жизни, что очень значимо для современных молодых людей. Также любой желающий может посетить литературный дворик, находящийся около национальной библиотеки, и абсолютно бесплатно почитать различную литературу. Спрыгну с парашютом, сбрею брови, поцелую лягушку – это и многое другое пообещали сделать болельщики, если Россия обыграет Испанию в одной восьмой чемпионата мира по футболу. Теперь наша страна в одной четвертой, и в предстоящую субботу, 7 июля, выйдет на поле против сборной Хорватии. Так что ставки растут. После того, как Россия обыграла испанцев, писатель Сергей Укьяненко сбрил бороду. Но если наши выйдут в финал, пообещал расстаться и с усами, сообщает РИА Новости. Один из российских исполнителей обещал сделать на лице тату с надписью «Россия». И, судя по его инстаграму, выполнил обещание. Твиттер завалили сотни сообщений, которые начинаются с фразы «Если Россия выиграет, то я». «Если Россия выиграет, то похудеет до эски». Испания специально проиграла, потому что увидела миллионное количество твитов в стиле «Если выиграет Испанию, то». Информационный портал «Медуза» решил облегчить задачу для тех, у кого не очень с фантазией, запустил специальную игру с относительно безопасными и безобидными вариантами. Перед четвертьфиналом опробовать ее на себе решил студент «Жорфака» Чигу Денис Кашин. Что в этот раз? Ух, посмотрите матчи 2008 года. Ну ладно, убью пару дней, посмотрю, если Россия выиграет легко. С вопросом, на что вы готовы ради победы нашей сборной, мы вышли на Чебоксарские улицы. Пообещать сделать что-то необычное зрители не рискнули, но отметили, что верят в нашу победу. Конечно, Россия. Какая путь? 2-1. Россия, конечно, мы еще и фанатей туда пойдем. Куда пойдем? На фонзону, на залив. Куда поедете? В Сочи нет, в Сочи не потяну. А сюда обязательно завтра мы уже настроились, у нас дружная. Вдвоем команда, мы пойдем палить за наших, да. А как думаете, в какой счет? 2-1. В пользу России. 2-1 в нашу пользу. Наша команда очень сильная, смелая, они обязательно забьют гол, и не один. Буду кричать во все горло – гол. Я патриот страны, Россия, конечно, победит. Какой счет будет, как думаете? Мне кажется, до пенальти дойдет все-таки. Голдово болеть за них всей своей душой, всем своим сердцем. Национальное телевидение присоединяется ко всем словам и желает нашим футболистам удачи. Ольга Пырышкина, Алена Алексеева, Александр Петров, Республика. Сегодня, 6 июля, поздравляют и работников почты. Накануне праздника дня «Российская почта», который отмечается во 2-е воскресенье июля, наша съемочная группа отправилась в святая святых службы – логистический центр. Сюжет об этом смотрите далее. А я с вами прощаюсь. Хороших вам выходных. Современный логистический центр Чуваксарского филиала «Почта России» переехал на новое место. Теперь в просторном здании на одной площадке разместились сортировочный центр, центр выдачи и приема посылок и участок курьерской доставки. Мы здесь объединили на одной площадке множество технологических процессов, оптимизировали ряд технологических процессов, что позволило нам облегчить, ускорить обработку почты, повысить качество ее обработки. Ежедневно сюда, в сортировочный центр, попадают отправления из Москвы, Казанского логистического центра, а также почта со всей республики. На ее регистрацию, сортировку и дальнейшую отправку адресату уходят не более суток. Благодаря автоматизации многих процессов здесь почти исключен бумажный документооборот. Все делается в цифровом виде. За день сотрудники обрабатывают около 78 тысяч отправлений. Быстрее и эффективнее стал работать и центр выдачи и приема посылок. Центр специализируется на отправке партионных отправлений от юридических лиц. Благодаря новому сервису личный кабинет, клиент самостоятельно осуществляет предпочтовую подготовку для дальнейшей пересылки своих отправлений. И прием таких отправлений от корпоранта занимает намного меньше времени, чем прием обычной посылки от физического лица. В соседнем зале находится участок курьерской доставки. Поэтому все почтовые отправления, которые должны быть доставлены курьером, сразу из сортировки отправляются адресату. Экспресс-вправление вручают как на дому, так и в офисе клиента. И что немаловажно, эта служба работает без выходных. И даже свой профессиональный праздник курьеры встретят на боевом посту. Я хочу поздравить всех коллег моих, всех работников Почты России с нашим профессиональным праздником. Пожелать им, конечно, здоровья. Пожелать Почте России дальнейшего развития, успехов и процветания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова